Привет, привет! Доброе утро! Начинаю новое видео, девочки, мальчики. Сегодня мне пришла идея приготовить, полепить вареники с картофелем, а завтра будет базар, мы купим вишню и тесто оставлю для вареников с вишней. Сейчас самый такой период, когда надо делать. Тесто, что я делаю? Два яйца я взяла, пол-литра воды теплой, соль, мука и вот мое тесто. Это рецепт маминой. Можно и делать кипятком, но я не буду экспериментировать, лучше начну так. Решилась на вареники с картофелем, не знаю, может придет моя знакомая в гости. И что-то хочется ее угостить, она русскоязычная, и хочется угостить и самой покушать что-нибудь вкусненькое, потому что мой муж меня в этом не так уж сильно поддерживает. Вот, вот такие вот у меня планы. Воскресенье сегодня. У меня планы сидеть дома и заниматься, изучать бизнес. У нас очень много нового. Наш бизнес перешел в метавселенную. Это виртуальный мир, очень много продуктов появилось. Просто объем огромный. Обучение. Поэтому, мои дорогие, быстро замешу тесто. Кстати, я еще не села на йогу, потому что с утра были у меня разговоры деловые, звонки. Мужа отправила на похороны. Вот в этом сито, кажется, вот в этом сито, видите, напротив, живет Ялчин. Кстати, его балкон отсюда видно, если я не ошибаюсь. Вот третий этаж. Это надо же. Вот видите, вот там вот на дороге. Сегодня будет похороны и служба в джами, естественно. Я вам расскажу, когда муж придет, все расскажу. Так, и вот мое тесто готово. Посмотрите, какое оно хорошее. Я его долго вымешивала. Сейчас оно должно отдохнуть. Для этого накрываем его полотенечком чистеньким. И отправлю в холодильник. Пускай оно приходит в себя. Мое драгоценное тесто. А я сейчас поставлю варить картофель. Сделаю зажарку из большого количества лука. С луком всегда вкуснее. Черный перец, укропчик добавлю. Приготовлю пюре для вареников. Ну, а это пусть стоит. А я пошла заниматься йогой. Сегодня йога у меня попозже начинается. Но это не важно. Главное, что я не пропускаю. Готовка идет в полном разгаре. Здесь жарю лук. Здесь варится картофель. А здесь я решила приготовить суп из красной чечевицы. Так захотелось мне что-то жидкое. Давно я не готовила. У меня ностальгия по готовке. А сейчас буду... Еще покажу, что я сделала. А здесь у меня... Смотрю, в холодильнике пачков лежат уже вторую неделю. Уже свежих надо накуплять на базаре завтра. Ну вот я решила из них приготовить такие чипсы. Я сюда добавила только перец красный-черный и масло растительное. Они у меня полежали, я их помешала. Соль я не добавляла. Соль в конце посыплю солью. Потому что если я сейчас добавлю соль, то они у меня все растекутся, потекут. Какое замечательное тесто вышло. Я еще его повторно вымесила. Мягенькое, мягенькое. Чувствуете, какое оно мягенькое? Сейчас буду формировать заготовку для будущих моих вареников. Ашком сейчас позвонил мне и говорит, ты не придешь сюда. А я сказала... Ты мне не сказал, что я должна прийти. Это во-первых. Во-вторых, я уже вот такое дело затеяла. Все готовится у меня. А в-третьих, ко мне должна прийти моя знакомая. Ну я как-то свои планы построила. В общем, такие дела. Пюре готово. Суп такой красивый. Даже без блендера. У нас же блендера нет, испортился. И мы вообще сейчас как-то супы редко. В общем, тоже готов он. Я приготовила, смотрите, раскатала уже. И знаете, почему я накрыла? Потому что позвонил мой муж и сказал, чтобы я срочно пришла, нужно пособолезновать. Там сестре Ялчина, родственникам некрасивому. Я бояком все оставляю. Надеюсь, мои чипсы, пока я с душа выйду. Будет готовый. И я, друзья мои, собираюсь. Вы представляете, как я люблю это слово. Я собралась за 15 минут. Бегом-бегом. Вот так я сегодня выгляжу. Вот вы говорите покупать вещи. Я это платье в месяц прошел, лето. Только сейчас одеваю. И то вспомнила за него. Хотела другое. Ой, друзья мои, бегу-бегу. Вы знаете, что у меня вот здесь вот. Я позавчера, я же делаю массаж. Я же делаю массаж лица. И вот себе полотенцем растерла и не заметила две родинки. Они у меня воспалились. Но я их намазала йодом, поэтому сожгла. Вот себе две. Вот так вот приходится закрывать волосами. Побежала я, мои дорогие. Мояшка ждет. У меня четыре, оказывается, еще одно собрание. И у меня очередное по бизнесу. Мой любимый подъезд, где я люблю очень сниматься. А здесь уже все готово к завтрашнему базару. Мы на этой неделе сможем что-то кушали так, непонятно как. Что-то на ходу. То печень пожарила, то вчера вот курицу делала, грудинку. Огурцы, помидоры и все. Ну, завтра что надо купить? Фрукты у нас заканчиваются. Арбуз я съела. Вот я в основном как-то на таких вещах. Вот как мясо купили, так оно и лежит. Вот сегодня захотелось картофель, вареники, супчика. Я не знаю. Не хочется кушать. Чтобы такая была жара у нас в Мерсине, я не могу сказать. Но не хочется кушать. Боже, хорошо, что мой муж меня вызвал. Хоть привела себя в порядок. А то такой вид был какой-то домашний у меня. Вся в делах, в делах. Иногда хочется. У вас бывает такое? От того, что я не готовлю тяп-ляп, хочется прямо с любовью готовить. С любовью для любимого мужа. Ну, думаю, налеплю вареничков. Сложу их в морозилку. И, ну, когда вдруг что-то так. Бывают такие дни, когда не захочешь. Раз и этот. Еще с вишней хочу. Завтра вишню куплю. Налеплю. Делаю я полчаса. И иду домой. Дела ждут меня. Самое главное, это выполнила свой долг. Сейчас хочу зайти в Карфур, мои дорогие. И купить полкило фарша. И налепить еще и вареник. Вот себе дела придумала. Вот так что. Как-то так. Все там удивились, что мне 50 лет, что у меня такие взрослые дети. Знаете, какие похороны у них? Все разговаривают как-то между собой. Как будто на встрече какой-то. Такого я не почувствовала. Какого-то траура. И это. Ну, и женщина уже давно болела. Как-то вот так вот. Так, мои дорогие. Купила я фарш. 110 лир стоит. И так же я купила себе мороженку. Первый раз увидела такую. Стало интересно. Стоит она 7 лир. Бегу сейчас. Бегу, бегу. Потому что запаздываю на собрание. Но включу сейчас по дороге. Буду слушать. Приятного мне аппетита. Так быстро. Я еще никогда не лепила. Потому что тороплюсь. Очень тороплюсь, друзья мои. Я сейчас их положу. Вот поставлю в холодильник. В морозилку, да. И вот осталось у меня... Знаете, что тесто подсохло все-таки. 5 штук сейчас долеплю. И больше пока не буду. Потому что надо сразу раскатывать. Оно так впитало много муки. И сложно мне мучаюсь. Ну, в общем... Вот так вот я работаю. Вернулась я к своим вареникам. Посмотрите, вот эти какие я сделала. Вот вытащила тесто с холодильника. Сразу же раскатала. Обалденно послушное. А то у меня подсохло. Поэтому я так мучилась. И вот такие маленькие. Наверное, вы скажете позже. Что за лапти она предыдущие слепила. Лапти, лапти. Ну, а эти более-менее красивее. Еще знаете, что вот у меня осталось только тесто, да? Вот это прям такое, что осталось. Я не могла его. Видите, какое оно сухое. Я не знаю, как его привести в порядок. Может, флёц... Как это? Флёцкий? Суп по флёцк... С флёцкими, не знаю, приготовлю. Но тесто из него точно трудно что-то слепить. А это мягенькое. Хочу, знаете, что попробовать? Хинкали. Хинкали хочу. Не вареники. А хинкали. Так, мои дорогие, так переживаю. Посолила воду и кидаю. Хотя бы не развалились. Прошу наиболее благоприятный результат, чтобы у меня были самые обалденные хинкали. Ну что, сначала сварим хинкали, а потом пельмешки. Вот я за сегодня замоталась. О, Боже! Так, ну смотрите, друзья мои. Хинкали готовы. Это на пробу я делала. Пельмени налеплены. И вот мои вареники с картофелем. Это такие лохловые, а вот эти такие красивенькие. Вот чем занимается турецко-гурезинская невестка. Воскресенье. Сейчас буду отваривать пельмешки, бросать. А то мой муж уже ждет, не дождется, пока я тут и готовлю, и снимаю, и все тому подобное. Друзья мои, завозила сегодня действительно. Вот воскресенье как прошло. Ну, воскресенье можно себе порадовать. Потом начнутся будние, базар завтра. Потом вторник вообще спортивный день. Зумба-мумба. Мне кажется, достаточно, потому что я хочу вареники с картофелем тоже отварить. Друзья, наконец-то мы идем кушать. Мы идем кушать с Ашкимом. Ашким, чорба и миш. Ашки-то. Проголодался мой муж. Сижу и кайфую одна на балконе. Мой муж не особо обалдел от этого. Поел чуть-чуть и все, говорит, я больше не хочу, наелся. Ну, а я вот ем. Знаете, получилось так. Вот это украинские вареники, это грузинские хинкали и это русские пельмени. Все. Ой, три страны и три еды. Вот сижу и ем. Ну, а он не хочет. Зато очень вкусно. Я сейчас вам покажу внутри, что. Конечно, хинкали не такие, как в магазине. Но вкусно все равно, вкусно. Приятного мне аппетита. Сижу с Кока-Колой и пью. Как в ресторане. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...